Добро пожаловать в крепость Колбин, которая находится в Дании. В этом городе Колбин проживает 60 тысяч жителей. Мы будем рассматривать сегодня этот город. Посмотрим, начнем естественно с этого замка, а потом пройдем конечно в город. Вот сам замок. Вот он находится здесь. Вот здесь находится в парке. Удобная парковка. Час примерно стоит 11 крон. Вот здесь несколько таких озер. Все вместе должно быть семь озер быть вокруг этого замка. Это сам замок. В этом парке можно на лужайке лежать, отдыхать. В основном здесь конечно отдыхают студенты, туристы. Вот этот камень был сделан викингами в 1813 году и посвятился королю, который здесь был с 1813 по 1894 год. Вот вход в этот прекрасный замок. Вот сейчас мы пройдем вовнутрь и посмотрим. Вход конечно бесплатный. Ничего не стоит. Здесь вот такая музыка. Проходы. Здесь был когда-то огромный камин. лестница. Лестница. В этом месте когда-то тоже готовилась еда. И, конечно. какими голограммами зайдем в замок вот этот вот замок вот так вот он выглядит за вход мы заплатили за три билета три билета мы заплатили 51 евро из парковка обошлась в 11 крон библиотека как раньше сделаны были игрушки с этим мебель вся от королей здесь еще стало все в оригинале можно покупать здесь касса все можно закупаться отовариваться можно выйти за дворик посмотреть как это выглядело раньше фонтанчики все это красивый замок пройдем дальше можно купить такие досточки это части которые все реставрируются почему они не защищены а это архитектура как планировали замок инженеры архитекторы того времени вот это заставка с печи выполнена а это настоящий костюм того времени как вельможи были одеты его можно спокойно потрогать что ткань очень приятно вот это над камином бисел такой вот а бабу над камином бы то это боковые стойки печи а а а а а а а а и В этом условии местности находимся в здании Прямо по коридору был камин когда-то Замок Зайдем в отреставрированные залы с колоннами Здесь находятся настоящие выставки, вышивки того времени Полы такие Это была когда-то раздевалка короля Шкаф Где его хранились вещи Вот женская одежда того времени Вот выполнен стул того времени Изготовлен из дула Вот она праздничная скатерть того времени Вы посмотрите только Какие дороги были в этом замке Лестницы выполнены Ходы Сразу видно что люди были невысокие раньше Лист затопления Этот замок все реставрируется Здесь проходят выставки Смотри какие комнаты Шикарные Здесь все пропитаны тем временем Вот допустим люди сидят и готовят одежду того времени И можно прям посмотреть оригинальные ткани Все Посмотрите какой-то стул Кресло Вельможи того времени Вот Нити Пряди из которых это все готовится Вот Специальное приспособление Вот Ростеры Представь Люди пытаются Сделать Своими руками Студенты Сделать что-то Сэкономить цены А дизайнеры и инженеры пытаются Это все реставрировать Да видите эти стены Будут восстанавливаться еще Дальше Посмотрите как Потолок идет Искусно выполненные Конструкции Представляете на какой мы находимся в высоте И это в то время Инженеры Искусно выполняли Такие архитектуры У меня сейчас дрожат ноги Потому что это все подвешено Немножко Не совсем стабильно Отсюда мы можем заглянуть Во дворик Где фонтан Вот выполнены такие сиденья Сделаны как кинотеатр Здесь выполнены все Бельможи С того времени Все в оригинале Все в оригинале На стоящей архитектур Здесь есть Идти все в оригинале С одной из картинок СтояWoman Стояיש архитекты Есть На стоящей архитекты почему здесь это удивляет все можно все трогать но кстати как классно что вы можете прочувствоваться люди это все не ломают молодцы ничего не воруют как это прекрасно что можно посмотреть именно вещи того времени в оригинале защитники этой крепости одевали такие одежды прекрасные вазы и 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 Продолжение следует... Зал танца, где стоял этот штурмон, с чистого золота. Здесь был, когда-то проходили шикарные балы. Собирались дорогие, богатые вельможи. Продолжение следует... Внутри, как всегда, кафешки, а здесь происходят шедевры. А вот мы за кулисами. Поднимаемся по таким ступенькам. Они, кстати, оригинальные. Пойдем по таким туннельчикам. Такая базальтовая башня из базальтового ступеля. Здесь, когда-то, бытовали прислуга. Вот эта одежда. Вот столик. Настоящий того времени. Я не понимаю. Может, свечка вставлялась сюда? Это, наверное... Это, наверное... Ну, это парта того времени. А вот представьте, эта печь еще осталась того коварного времени. Вот. Тут можно было припел. Вот так вот убирать. Вот так вот он. Кованая. Вот она. Парта видать. Здесь когда-то учили. Вот камин. Был. Вот мы поднимаемся по такой башне и литовой. Примерно на этаже, наверное, 7 мы поднялись. Подходим сюда. А здесь что-нибудь? О, крыша. Ого-го. Мы видим весь город, весь колдинг. Как на ладони. Представьте. Какая красота. Это башня. Это башня. Это башня. Это башня. Это башня. Конечно, сюда. Красотень. Смотрите, какой шикарный выход от ковара. Сохранился. Сохранился. Хектор. А вот он, Херкулес. Вот он, Сципио. Король. Сейчас пройдем четвертого, посмотрим. Вот он четвертый, Ханнибал. Да, четыре короля. Четыре семьи. Мы идем вниз. Запценим кафешко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ставьте настоящий мрамор, всё, с того времени. Напишите мне в группе, как вы думаете, что проходило в этом зале. Мансарда. Какие двери насильные 1720 год Сейчас мы попробуем найти кафе, взять себе капюшин Посмотрите, ручная работа, елочные игрушки Стоят они 249 кром Можно приобрести такую ручку с гравировкой этого замка Дани Посмотрите, как выложен пол с кирпича Заглянем в ателье Здесь происходят работы, реставрация проходит Вот Этого зала Возможно, что мы приедем сюда через несколько лет И посмотрим, что здесь изменилось Посмотрите, какой камин Вот тут этаж был другой Видно, что вот здесь еще один был камин Здесь был еще один камин И вот видно, как труба уходит наверх И вот крыша, видите, видно черепицу Здесь заканчивалась крыша Вот студенты проходят такие игры Нужно мячик передавать с помощью такой вот Половинчатой трубы И нужно, кто вперед попадет в ведро мячик И чем больше мячиков, тем больше пунктов И так команда выигрывает Вот данская игра такая Вот мы опять там, где началось наше путешествие И подведем сейчас итог Так вот и подведем итог Что мы заплатили Вход получается 17 евро Потом вот кое-что Подарки 313 кроме заплатили И побывали вот в этом прекрасном замке Котором вы посмотрели Да, немножко мы Детишкам кое-что-то Подарков прикупили Так что, ребята, всех благодарю Кто просмотрел это видео Надеюсь, оно вам понравилось Не пишите, пожалуйста Плохие комментарии Я не профессионал и снимаю любительски Поэтому, кто нашел для себя что-то интересное Спасибо Кому не понравилось Буду стараться С каждым видео буду все лучше и лучше Благодарю всех за просмотр И до следующих видео Пока Пока